Друзья, всем доброе утро! Вы находитесь на YouTube-канале М2ТВ «Люди недвижимости». И сегодня утром у нас великолепный и очень полезный мастер-класс «Ипотека в новых реалиях. Советы экспертов. Ипотека на строительство своего дома». Вы знаете, что сейчас ипотека на строительство частных домов – это одна из самых обсуждаемых тем. И вообще это ипотечное аккредитование очень хорошо подогрело развитие рынка ИЖС. Застройщики и также люди, которые хотели и мечтали о частном доме, очень долго ждали этого. И поэтому сегодня мы разберемся, что же здесь подробно происходит. Спикеры у нас сегодня Юлия Смоленинова, ипотечный брокер. Юлия, доброе утро! А также Мария Якубова, начальник отдела ипотечного аккредитования ПАО СКБ «Приморье» «Примсосбанк» в городе Владивосток. Мария, доброе утро! Доброе утро! Наши партнеры из «Примсосбанка» также являются спонсорами нашего эфира, поэтому спасибо большое. Друзья, не забывайте, что вы тоже часть нашего эфира, поэтому вы можете задавать вопросы нашим героиням в чате. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Также оставляйте свои e-mail в чате эфира, чтобы получить презентацию и дополнительные материалы. Также партнер программы «Самолет плюс» совместный проект группы «Самолеты» и операторы недвижимости «Перспектива-24». Франшиза для малых агентств недвижимости с небольшим чеком входа по 200 тысяч рублей. Также, друзья, у нас есть подписка с обучающими материалами. Мы собрали более сотни мастер-классов для профилактики недвижимости. Образдите подписку на сайте m2tv.pro. Все ссылки, естественно, в описании и в чате. Ну что ж, девушки, давайте уже непосредственно перейдем к нашей теме, к нашему эфиру. Юлия, пожалуйста, вам слово. Что у нас сегодня происходит с ипотечным корректированием в сегменте EGS? Спасибо большое. Всем доброе утро. Карин, спасибо большое за представление. Я Юлия Смоленинова, ипотечный эксперт, коуч по ипотечному брокериджу. Ипотека занимаюсь с 2007 года. И, как Карина уже сказала, сейчас очень активно развивается ипотека на загородную недвижимость, в том числе на строительство. Просто бьет рекорды, если мы говорим про Москву и Питер. Я недавно была в Москве, я сама из Питера. Московские ипотечные ребята, кто занимается ипотекой, нарадоваться не могут, что клиенты ушли, так сказать, с рынка ипотеки с новостроек и с ипотеки на вторичный рынок, больше стали ориентироваться на ипотеку на строительство. И уже провели не одну, ну и так же, как и я, не провели не одну сделку. И есть чем с вами поделиться. Во-первых, хочу сначала сказать по поводу вообще ипотеки на, так сказать, на загородную недвижимость. Собрала небольшую статистику. Статистика у вас представлена сейчас на слайде. Хочу вам показать, что не только Сбербанк и, к примеру, Россельхоз работают по ипотеке на загородную недвижимость. Есть тысячу и один банк, да, но здесь не тысячу, но двадцать точно банков представлены. Кто еще кредитует загородную недвижимость? Я собрала здесь плюсики. Эту презентацию вы получите, если оставите свои e-mail'ы, и эта презентация вам придет от организаторов данного эфира. Вот, здесь все подробно расписано, и сегодня хочу собрать по каждой программе информацию в двух-трех словах. Итак, первая программа на загородную недвижимость по ипотеке – это стандартная программа покупка дома своего, ну, то есть не своего, а дома, индивидуального дома плюс земельный участок. Эта программа существует все время, пока есть ипотека. Она была и есть, но сейчас, наверное, больше банков стали по ней выдавать. Тем самым, для того, чтобы конкурировать среди банков, банки стали улучшать условия по данной программе. Сейчас спокойно можно взять дом с землей под первоначальный взнос 20%, и ставка сейчас от 9,9, то же самое, что на квартиры, на вторичный рынок. Также можно использовать материнский капитал в первоначальный взнос по данной программе. Это не запрещено, но есть банки, есть требования банки, что некоторые банки не позволяют этого делать. Здесь надо уточнять, но такая возможность есть. Дальше. Можно покупать уже готовые, ну, то есть по этой программе можно покупать готовые дома для круглогодичного проживания, в том числе сейчас банки стали кредитовать садовые дома. Я сейчас эту статистику вам дать не могу, только вчера вечером поняла, что ее надо собрать, и что достаточно много банков, кто кредитует не только жилые дома, да, вот индивидуальные жилые дома, в том числе уже начали кредитовать садовые дома. Дальше. Плюс большой сейчас, то есть есть такое понимание у риэлторов, у клиентов, что кредитуют только ИЖС, только назначение земельного участка может быть ИЖС. Это неправильно. Сейчас большинство банков, кто работает по загородной недвижимости, возможность дают, если назначение земельного участка любое, кроме, конечно же, коммерческого назначения, потому что там жилой дом мы априори поставить не можем. Вот эта программа есть, она существует, про нее никогда не забываем. Покупать мы по этой программе можем у физического лица, то есть если продавец у нас физическое лицо, то по этой программе мы спокойно можем купить готовый дом, который устроит банк, в том числе и деревянные дома, сейчас банки без проблем кредитуют по этой программе, и каркасные дома, и различные другие дома, нет сейчас ограничений, поэтому сейчас главное выбрать правильно банк, потому что, как я уже сказала в начале, около 20 банков кредитуют по этой программе. Вторая программа на загородную недвижимость, которую я считаю достаточно интересной, и про нее очень много кто забывает, это покупка только земельного участка. Звонят клиенты, говорят, я хочу дом. Я говорю, хорошо, смотрим дом, дом дорого. Я говорю, хорошо, покупайте земельный участок, ну, либо, конечно же, строите, это будет дальше уже программа со мной разбираться, но покупка земельного участка тоже вариант для клиента. Он покупает в ипотеку земельный участок и строит там хоть шалаш на этом участке, делает все, что хочет, да, но земельный участок он отдельно покупает. Такая возможность есть. Если мы вернемся обратно на мой слайд, здесь, конечно, плохо видно, оставляйте почту, получите это, увеличьте и посмотрите у себя. Ну, вот так вот увеличу, да, посмотрите, сколько сейчас банков, это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, да, девять банков получается, десять нету, девять банков, кто занимается только кредитованием земельных участков без всяких построек, то есть можно купить, еще раз повторюсь, отдельный земельный участок. Основные условия по этой программе, секундочку, основные условия по этой программе, первоначальный взнос также от 20%, ставка тут чуть-чуть повыше, это 10,6 начинаются программы, а материнский капитал в первоначальный взнос здесь невозможен, потому что материнский капитал у нас можно тратить на жилую недвижимость, земельный участок не является жилой недвижимостью, тратить материнский капитал нельзя, ни как на первоначальный взнос, так и не надо срочно погашение. Ну и назначение земельного участка также может быть любое, поэтому вот такая программа тоже есть, про нее, если вы занимаетесь, как риэлтор, занимаетесь загородной недвижимостью, пожалуйста, не забывайте, потому что иногда реальный клиент хочет купить земельный участок и строить там, что он посчитает нужным, и никаких ограничений тогда у него нет по требованию ограничений по возведению данного дома. Вот как раз у нас сегодня Мария из Примсоцбанка, я знаю, у них очень крутая программа именно по покупке земельного участка и постройке, я передаю ей слово, чтобы она более подробно рассказала про то, что они предлагают как Примсоцбанк по покупке загородной недвижимости по ипотеке. Мария, вам слово. Спасибо, Юлия. Да, коллеги, очень рада буду вам рассказать про эту программу, тем более у нас такие в ней небольшие изменения произошли. На самом деле Примсоцбанк может прокредитовать земельный участок без первоначального взноса абсолютно. И мало того, что можно еще деньги сверху взять, но у нас ограничена сумма кредита. Мы максимум можем по этой программе выдать сумму кредита 2 миллиона рублей. Ну, то есть это либо земельный участок у нас получается в пределах стоимости до 2 миллионов рублей, либо это какие-то недорогие объекты, например, дача. В чем преимущество нашей программы? В том, что можно на земельном участке иметь объект. Например, нежилой – это сад. Либо, условно, там может это даже сгоревший домик стоять. Пусть хоть он стоит на кадастровом учете, может не стоять на кадастровом учете. И в чем изменения произошли? То есть, например, клиент выбрал земельный участок за миллион. Раньше на нем стоит какой-то небольшой домик. Условно, он там может подача, либо он вообще планирует его потом снести, этот домик, и построить хороший дом в перспективе. Но этот дом, он условно, мы же вызываем оценщика, и оценщик оценивает объект недвижимости. А в данном случае, если этот дом поставлен на кадастровый учет, то идет оценка и земли, и дома. Так вот, раньше мы выдавали плюс 50% сверху наличными от стоимости только земельного участка. То есть, дом мы вообще не принимали во внимание, хоть он дорогой, хоть дешевый объект. То есть, условно, если клиент покупает за миллион земельный участок, мы максимумом выдаем под этот объект полтора миллиона. Все, это потолок. А сейчас, если у нас еще плюс добавляется в жилой дом, и, к примеру, он оценен в 500 тысяч рублей, то мы можем еще плюсом добавить денег сверху 50% еще от стоимости дома. Чем это классно? Что можно покупать какие-то небольшие дачи клиентам, проводить время лета, так скажем, практически без первоначального взноса. То есть, условно, мы под эту программу своя земля, что можно не просто отдельный земельный участок купить, а какую-то дачку готовую и не имея первоначального взноса. То есть, вот в этом фишка вот этой программы нашей заключается. Если пришел к вам клиент и говорит, слушайте, ну 2 миллиона мало, вот у меня земельный участок дорогой, там, например, 5 миллионов рублей. Не вопрос. Здесь мы подключаем программу ИЖС. Также наша банковская программа Примсоцбанка. И схема абсолютно та же самая. То есть, мы можем выдать кредит плюс 50% сверху от рыночной стоимости. То есть, если земельный участок у нас 5 миллионов рублей, мы можем выдать сверху плюс 2,5. То есть, сумма кредита у клиента составит 7,5 миллионов рублей. В залоге только земельный участок. При этом подрядчика аккредитовать не нужно. Но здесь, так как уже программа ИЖС, то здесь у нас уже должен быть договор подряда на строительство жилого дома. Подрядчика не аккредитовываем. Клиент забирает наличные деньги. Не обязательно переводить деньги без налого. Ну, то есть, вот все минусы, которые подрядчики нам высказали по госпрограммам, по которым мы кредитуем. Дальневосточное, семейное, для IT-специалистов, которые сейчас введены. Подрядчики говорят, ну, мы не хотим аккредитовываться, потому что вот это волокитная бумажная работа. И мы не хотим безналичные переводы денежных средств. Вот хотим наличку принесите нам. Учитывая все эти хотелки, так скажем, подрядных организаций, мы вот создали вот такой продукт. Поэтому интересные условия, классные. Мы, конечно, работаем и по госпрограммам, потому что Примсоцбанк работает по трем стандартам. Это свои программы Примсоцбанка, программы Росбанка и программы Банка Дом.РФ. Так вот, по госпрограммам мы на строительство жилого дома работаем по продуктам Банка Дом.РФ. Это льготные субсидированные ставки. А по своим программам, это если уже клиент хочет простой вариант, без всяких заморочек, но ставка не субсидированная, конечно. Это уже как Юлия обозначает, то есть ставки минимальные, они уже идут, ну, то есть в районе, видите, на строительство жилого дома, там еще можно после окончания строительства снизить ставку на два пункта, и то есть там ставочки уже будут в районе 9,5-10,5% годовых. Пока дом строится, там ставка будет 11,6, вот так, 12, там, с копейками. Мария, скажите, пожалуйста, как вообще в вашем регионе отреагировали на ипотечные программы для развития рынка ИЖС? Насколько вообще они пользуются спросом? Хотят ли жители Владивостока загородные дома? Да, очень популярная эта программа, но единственное, что здесь, смотрите, у нас есть дальневосточная ипотека, которая тоже подразумевает строительство жилого дома, и, конечно же, все хотят взять ипотеку под 1,2%, 1,7%, ну, то есть вот под такую льготную ставку. Естественно, тут народ избалован дальневосточной ипотекой и берут, обращаются и по обычным стандартным программам, но, конечно, каждый клиент приходит и говорит, хочу дальневосточную. Но когда начинаешь с клиентом разговаривать, вот бывает так, по дальневосточной ипотеке там нужно закладывать свою недвижимость, квартиру, залог, не всегда она есть. Другой момент, если, например, предлагать семейную ипотеку, нужна аккредитация компании подрядной. Обращаются клиенты в подрядную организацию, которая аккредитована, они стоимость строительства выше выставляют, то есть бывает, что строительство на миллион-полтора дороже, и это переплата по процентам по обычной программе. То есть когда клиенту делаешь расчет и выбираешь, он как бывает, что и выбирает обычные несубсидированные ставки. Мария, спасибо. Есть что у вас еще в подчинной программе? Нет, я все. Друзья, так, у нас есть вопрос, в каких регионах, возможно, мы из Ульмуртии и Ижевска? Я так понимаю, не к Марии вопрос однозначно. Юлия, можете ответить на наш вопрос вообще, на вопрос нашего зрителя, в каких регионах, возможно, мы из Ульмуртии и Ижевска? Возможно. Про то, что я говорила о строительстве, ой, не строительстве, а покупку дома, либо земельного участка, то есть это возможно в любом регионе присутствие банка. Надо смотреть, какие у вас банки есть. Я в Ульмуртии, более того скажу, до февраля месяца, у меня все меряется февралем, до февраля месяца точно проводила сделку по покупке дома с землей, то есть готового дома с землей от физического лица. Поэтому банки надо смотреть, какие у вас есть в Ульмуртии, и выбирать. На самом деле у вас достаточно много банков, насколько я помню, около 80 банков, которые готовы кредитовать загородной недвижимости. Понятно, что под только земельный участок, где вообще 9 банков, список будет меньше, да, но вообще спокойно загородную недвижимость можно у вас прокредитовать. Юлия, спасибо, друзья. Я надеюсь, что мы были вам полезны, поэтому продолжайте задавать свои вопросы в нашем чате, но я знаю, что у Юлии еще есть, что нам рассказать. Да, у меня есть, что рассказать. Сейчас я включаю свою презентацию, буду продолжать дальше по презентации. Итак, мы с вами разобрали две программы, которые есть сейчас. Это покупка готового дома с землей от физического лица по обычным ставкам и покупка только земельного участка. Дальше я перехожу ко всем государственным программам, переключаемся на них, потому что сейчас они набирают колоссальные обороты в рынке загородной недвижимости ипотеки. Раньше их вообще не было на загородной недвижимости. Все наши господдержки и семейная ипотека, они были использованы только на покупку новостроек, либо на переуступку, если про семейную говорить, в новостройке. Но понятно, что по договору купли-продажи застройщика тоже можно было покупать, но, наверное, сейчас таких объектов в больших регионах даже и нет. Все скупается по договору долевого участия до момента ввода в эксплуатацию объекта. Но я сегодня говорю именно про покупку дома с землей. Семейная ипотека распространяется на эту программу, если у нас дом с землей продается от ООО и ИП. Я знаю многих подрядчиков, они подрядная организация называется, не застройщики, а подрядная организация – это те, которые строят загородную недвижимость. То есть они как по договору подряда строят, либо вот они сами строят и продают потом от своего юридического лица, либо ООО, либо ИП. Можно купить, можно купить. Если вы посмотрите первый слайд, давайте вернемся к нему, я опять его чуть-чуть увеличу, чтобы было видно. Если мы покупаем загородную по семейной ипотеке, покупаем загородную недвижимость от ООИП по ДКП, то есть по договору купли-продажи, либо от ООО тоже по ДКП, то вот, пожалуйста, сколько банков у нас готовы это кредитовать. Дальше. Есть возможность, и сейчас я уже знаю, такие коттеджные поселки на территории Российской Федерации, которые продаются по договору долевого участия. И здесь тоже есть банки, их, конечно же, немного, потому что это только началось. И строительство по договору долевого участия в рамках 214 ФЗ в коттеджных поселках, так еще и банки уже начали это кредитовать. Тоже это есть. Вот, пожалуйста, сколько банков у нас здесь представлено. Дальше переходим к презентации. Сейчас я ее уменьшу, чтобы слайд был весь виден вам. Вот, поэтому эта программа есть, и клиенты стали приходить у меня сначала пытаться построить самостоятельно. Это достаточно сложно, я сегодня это буду рассказывать. Но в итоге мы переходим к тому, что люди покупают просто по семейной ипотеке от ИП, либо ООО. Чаще это сейчас от ИП продаются дома, по тому, что система налогообложения у ИП, она более щадящая, нежели ООО, который продает дом. И спокойно можно выходить на сделку. Надо такие дома, конечно же, искать. Итак, что же семейная ипотека нам предоставляет? Первоначальный взнос от 15%, ставка до 6%. В основном это 5,3, 5,7, 5,5 можно получить. Сумма кредита, если мы покупаем в Санкт-Петербурге, Московской области, Ленобласти, Москва до 12 миллионов, другие регионы до 6 миллионов. Здесь будьте, пожалуйста, предельно аккуратны. Московскую область, хочу купить в Московской области, говорит клиент, а потом выбирает, к примеру, в Калужской области, которая 80 километров от Москвы. То есть бывает так, что мы в 12 миллионов уже не проходим, потому что есть требования от государства по этой программе, что максимально 6 миллионов. То же самое с Ленобластью, если ты переходишь в Новгородскую область либо в Псковскую область, я с этим сама на практике сталкиваюсь. Дальше. Материнский капитал в первоначальный взнос здесь возможен, потому что идет покупка загородной жилой недвижимости. Ну и назначение земельного участка. Все зависит от банка, но опять же, есть банки, которые кредитуют назначение земельного участка в любое. Нет никаких ограничений. Вот это что касается семейной покупки, семейной ипотеки на покупку дома с землей от ОИП. Но мы не забываем, у нас недавно, наверное, все-таки в апреле месяце, могу ошибаться, сейчас, начало развитие ипотека на строительство загородного, индивидуального, давайте так, дома. И эта программа, она все больше и больше набирает обороты. Она подразумевает те же самые условия, я вот их вожу сейчас на слайде, и что у нас здесь может быть. Мы участок можем как купить, то есть на приобретаемом участке можем строить, а также можем уже на имеющемся участке строить. К примеру, у меня есть клиенты, которые купили земельный участок в ипотеку год назад, там два года назад, они, конечно же, не знали, что будет эта программа, но они купились тем, что они когда-то накопят на строительство дома. Ну, когда-то сложно такой период, а они, соответственно, обращаются сейчас ко мне для того, чтобы на имеющемся участке, который у них уже есть в собственности, построить тот дом, который они хотят, и взять всего лишь кредит под 6% годовых. Это максимальная ставка там 5,3, 5,5. Я указала до 6, потому что банки сейчас присоединяются к этой программе, да, у нас буквально ВТБ банк с 4,08 запустил ипотеку на строительство своими силами, да, в том числе и по семейной ипотеке. И вот все больше и больше банков присоединяются. Я не могу сказать, что это там только 5,3, это до 6% эта ставка. Вот такую дешевую ставку, такой дешевый кредит можно получить сейчас на строительство. Дальше. Можно строить как подрядной организации, также можно строить по данной программе и самостоятельно, своими силами. Подрядная организация, она может быть аккредитована в банке, но есть банки, к примеру, этот банк, Сбербанк, где подрядная организация не требует, ну, то есть утребования по подрядной организации нет. То есть может быть любая подрядная организация, которая строит дома. Это большой плюс, но в Сбербанке есть большой минус. На момент строительства должен быть обязательно поручитель, либо залог имеющейся в себе недвижимость на момент именно строительства дома. Оформление, ну, то есть строительство, оформление дома, все вот это вот считается. Поэтому здесь надо выбирать, что лучше. Либо вы идете в аккредитованную подрядную организацию, которая аккредитована, к примеру, банком дома РФ, и там проводите сделку. Ну, как Мария правильно сказала, что в этом случае обычно себестоимость дома увеличивается, потому что подрядной организации надо более тщательно подготовить СМИ, эту проектную документацию, хотя они и так это делают сейчас очень тщательно, потому что им надо получать разрешение на строительство, и сейчас в рамках вот этого получения разрешения на строительство индивидуального достаточно жестко стали контролировать. Вот. Либо вы идете в подрядную организацию, которая аккредитована в банк, либо вы идете в другую подрядную организацию, но надо понимать, что там банк может потребовать поручителя, либо залог имеющейся недвижимости. Здесь еще один акцент скажу, тоже с ним столкнулась на практике. Обязательное условие, что имеющаяся недвижимость должна покрывать полностью всю сумму, которую берет клиент. То есть, если клиент берет, к примеру, 12 миллионов, то есть это максимальная возможная сумма, а у него квартира стоит, к примеру, 4 миллиона, то, к сожалению, надо будет еще таких, получается, сколько, 3-2 квартиры, да, то есть обязательно имеющаяся недвижимость по цене должна быть не меньше той суммы кредита, которая выдается. Либо должен быть поручитель на ту сумму, то есть у него должен быть доход, которого хватает покрыть полностью сумму кредита. То есть это не как заемщик плюс заемщик, да, и их общий доход считается, а это есть заемщик, который полностью рассчитывается доход на 12 миллионов, и есть поручитель, который также считается полностью доход на 12 миллионов. К сожалению, вот на этом этапе по поручительству, даже мне говорил-то статистику Сбербанк, 80% отметаются клиентов. Почему? Да потому что не все могут найти платежеспособного поручителя, и не у всех есть вот эта имеющаяся недвижимость. Мария это тоже говорила, поэтому, да, такая возможность есть, но есть определенная сложность. Дальше. Этапы. Что мы зачем делаем по данным, по данным, так сказать, заявкам, по данным клиентам, потому что всегда таки, что? Разрешение на строительство, смету согласовать, ой, что, зачем, почему делать. Все расписала на этом слайде. Первое, что мы делаем, мы одобряем клиента. Без одобрения клиента ничего не надо дальше думать и делать, потому что у нас не так много банков, которые сейчас кредитуют семейную ипотеку на строительство, поэтому здесь бежать впереди паровозы и думать, а где же взять разрешение и тому подобное, лучше сначала одобрить клиента, потому что бывает так, что клиент непроходной, мы уже все за него там придумали, проработали с ним, а мы его просто одобрить не можем, потому что сейчас на семейную ипотеку на строительство предлагают, по сути, четыре банка. Это Примсоц, Сбербанк, ВТБ, Дом.РФ. Все. То есть у нас выбора вообще почти нет. Поэтому что мы делаем? Мы одобряем сначала клиента, потом получаем разрешение на строительство на том участке, на котором мы будем строить. Если мы приобретаем участок, то тоже на него надо получить разрешение на строительство. Если мы на имеющемся участке строим, то тоже надо получить разрешение на строительство. Дальше. По поводу разрешения на строительство сразу такой момент добавлю. Разрешение на строительство, вот бумага, которая называется именно так, выдается только на назначение земли ИЖС. Все, что остальное, это ЛПХ, СНТ, садоводство, да, там и тому подобное, разные могут быть у нас назначения, то там надо получить уведомление о начало стройки, да, то есть там нету такого понятия разрешения, там уведомление. Эти все бумаги мы получаем в администрации района. В некоторых областях нашей Российской Федерации это можно получить через МФЦ, через мои услуги, да, то есть, ну, понятно, да, что я сказала сейчас, то есть через госуслуги, через МФЦ. Вот, это первое. Второе, если данная услуга не предоставляется МФЦ, такое тоже я сталкивалась на практике, идем прямо в администрацию района, где строится наш объект и говорим, мне нужна эта бумага. И они дают эту бумагу, ну, там через какое-то время они все проверяют и дают. Дальше, третий этап, мы согласуем с банком земельный участок и смету по строительству. Смету, да, здесь можно называть ее договор подряда, если мы по подряду строим, это все согласуется с банком. То есть у нас земельный участок, на котором строится дом, 100% будет в залоге у этого банка. Здесь мы никуда без этого деться не можем, да, то есть если мы строим дом на земельном участке, он будет в залоге. Для того, чтобы банк взял в залог этот участок, его надо проверить на соответствие, на требования. Потому что бывает так, что есть участки, на которых есть какие-то ограничения. ЛЭПы, аэропортная, да, вот эта вот зона, где нельзя строить, к примеру, дома, такие тоже есть участки, да, они продаются. Но строить на них жилые дома запрещено, потому что, ну, потому что есть ограничения, да. И банк обязательно на это, на соответствие тоже проверяет. Ну и смету по строительству, то есть, ага, клиент хочет 12 миллионов, а точно у него в СМИТе есть этих 12 миллионов, а точно в договоре подряда есть этих 12 миллионов. Точно он использует деньги, которые выделяются банку по цели, да, которую он хочет реализовать. Ну и дальше уже проведение сделки. По проведению сделки здесь, в принципе, никаких таких на практике комментариев нет, там все стандартно, все нормально. Единственный вопрос мне часто задают и риэлторы, и подряды, и клиенты сами, а когда же будут деньги? Да, деньги будут не в момент сделки, деньги будут после того, как у нас зарегистрируется ипотека на земельный участок, на котором строит клиент. Вот такие этапы, да, по этой сделке, переходим дальше. Что касается семейной ипотеки, это все. Давайте в двух словах, вдруг кто-то не знает условия по семейной ипотеке, вообще кто на нее может рассчитывать, да, то я тут говорю, может быть, люди и не знают. Вот скажу, на семейную ипотеку может претендовать гражданин Российской Федерации, у которого, у которого есть ребенок от января до 18 года, ну и далее, да, то есть родился не раньше января 18 года, либо ребенок инвалид до 18 лет, либо то, либо другое. И внимание, семейная ипотека, это не значит, что должна быть полноценная семья. Может быть, пожалуйста, только мама этого ребенка брать ипотеку, либо только отец этого ребенка тоже может претендовать на эту ипотеку. И нет ограничений, что эта ипотека только одна в одни руки. Пока таких ограничений нет, можно брать хоть 50 ипотек, если позволяет доход по семейной ипотеке. Нет никаких ограничений, да, просто все думают, что если государство, то это там один раз и все. И еще миф по этой ипотеке, что надо потом выделить долю ребенку, да, который вот у нас подходит под эти условия, на основании которого у нас выдается эта ипотека. Не надо ничего, у нас нет никаких требований от государства на выделение доли детей по этой программе. Так, перехожу к следующей программе. Можно я коротенькую фразу вставлю? Друзья, не забывайте, что вы можете задавать свои вопросы в нашем чате. Юлия и Мария с удовольствием вам ответят на все вопросы. Продолжайте, пожалуйста. Спасибо. По поводу следующей программы, это господдержка на покупку дома с землей от ООИП. Да, тоже это возможно. Здесь у нас какое отличие по этой программе? Купить может гражданин Российской Федерации и все. Больше ничего не надо. Хоть гражданство он вчера получил, сегодня пришел за ипотеку, ему уже эта программа положена. То есть он может на нее претендовать спокойно. Дальше. Давайте вернемся опять к табличке, к моей, да, которая уменьшенный вариант. Я ее опять увеличиваю и говорю, что здесь тоже у нас можно купить как от ИП, либо ООО по договору. Купли-продажи тоже вот количество банков представлено. Также можно и по договору долевого участия. Тоже есть банки, которые представлены. Тоже можно это делать. Вот. Что здесь, какие нюансы, какой же отличие от семейной ипотеки. Первоначальный взнос также у нас от 15%. Ставка здесь до 7%. Если у нас семейная ипотека до 6%, то господдержка у нас до 7%. Претендовать уже сказал, что могут гражданины Российской Федерации. Любой гражданин Российской Федерации в браке, не в браке, с детьми, не с детьми. Вот вообще любой. Не важно, сколько ему лет, да. То есть тоже думают, что это все для молодых. Нет. 60 лет – хорошо. 65 лет – тоже хорошо. Дальше уже там, в зависимости от условий банков, готовы ли они кредитовать такого клиента. Вот. Сумма кредита у нас такая же, как и по семейной ипотеке. 12 миллионов – это СПБ Москва, Московская область, Ленобласть. И другие регионы до 6 миллионов. То есть вот такие вот основные требования именно по этой программе. Материнский капитал с первоначальный взнос тоже возможен. Назначение земельного участка может быть любое. Опять же, кроме коммерческого. Да, то есть то, где мы можем строить жилой дом. То есть, ну, понятно, что ООО и ИП, ну, не могли они незаконно построить дом. Они должны это делать в рамках нашего законодательства. То есть нельзя построить там ни жилой дом, и вот его по господдержке продавать. Только жилой дом можно продавать по господдержке. Дальше, господдержка на строительство. Она тоже распространяется. Тоже все те же самые банки, которые я назвала. Здесь что у нас может быть? То есть, в принципе, я все озвучила. Единственное, вот последний, да, здесь пункт. Строительство возможно либо своими силами, то есть хозяйственным способом, либо подрядными организациями, да, которые аккредитованы, как я уже сказала, и которые не аккредитованы тоже. Можно все зависит от банка. Еще раз повторюсь, в Сбербанке у нас можно любую подрядную организацию. Вообще никаких требований к подрядным организациям нет. Я-то проводила уже не одну сделку, и у меня уже подрядов, ну, вот этих подрядных организаций было штук, наверное, 5-6, да, и эти организации, они могут быть любые, никаких требований нет, ничего не требуется, потому что некоторые такие, что, почему? Да потому что все риски банка, все риски, которые есть, банк кладет на клиента, да, то есть тем самым он и требует и поручителя, либо залог имеющегося в себе недвижимость, то есть вот оттуда все ноги и руки, так сказать, и растут, потому что у нас не аккредитована организация, она никак не проверена банком. Дальше, ну, либо мы идем в банки, где у нас аккредитованы организации, это Дом РФ, либо Примсоц, и, пожалуйста, у них проводим эту сделку через подряд. Что я здесь хотела еще сказать интересного и больше заострить внимание на подрядной организации, больше сказать про своими силами. Вот своими силами я не стала расписывать, потому что я поняла, что я вас могу запутать. Вообще я лучше вам сейчас расскажу, потому что, честно, допустим, ну, вот смотрите, ВТБ банк 04-08 только запустил данную программу, но сотрудники банка еще ее не опробовали. У нас есть одобренный клиент, она сейчас у нас продает машину для первоначального взноса, и мы вчера узнали, какие требования есть по именно этой программе у ВТБ банка. Я вам сейчас хочу словами рассказать, какие требования есть у каждого банка, начиная со Сбербанка до МРФ и ВТБ, именно когда строишь своими силами. Еще раз повторюсь, на свои силы, ну, то есть они называются своими силами, это я так называю, вообще-то называется хозяйственным способом, да, то есть, ну, банки обычно говорят хозспособом, то есть это значит своими силами. Что это значит? Для банка это значит, что вы не нанимаете никакую подрядную организацию, не заключается ни с какой подрядной организацией договор о строительстве, то есть вы покупаете материал самостоятельно для стройки, и вы самостоятельно строите. Вы можете нанимать подрядную организацию, к примеру, положить фундамент. Можно нанять для того, чтобы положить фундамент. Вы можете нанимать другую подрядную организацию для того, чтобы возвести дом и поставить крышу, да, например. Вы можете нанимать подрядную организацию на какую-то одну цель, то есть не на весь дом, чтобы построил подрядную организацию, а именно на какую-то цель. Какие нюансы в этой программе? Если мы говорим про Сбербанк, здесь все зависит от того, как клиент укажет в смете. Если клиент в смете указывает, мне нужна вся сумма кредита, давайте 12 миллионов, у меня сегодня пример взят, ему нужно всю сумму сразу же 12 миллионов, то банк ему говорит, окей, мы в день сделки регистрируем ипотеку на земельный участок и после регистрации выдаем тебе всю 100% сумму, как ты этого хочешь. Но если у нас клиент в смете прописывает, дайте мне сначала 4 миллиона, потом дайте мне еще 4 миллиона и дальше дайте мне еще 4 миллиона, допустим, через, не знаю, к примеру, какой срок возьмем, ну давайте 9 месяцев. И ему тогда поэтапно эти 4 миллиона и дают. Какой плюс, то есть, опять же, большинство клиентов, с которыми я общаюсь, с которых я консультирую, работаю с ними, риелторы, такие, о, сразу же хапнуть, ну и извините за такое выражение, сразу же взять этих 12 миллионов, о, это здорово, давайте-ка я возьму этих 12 миллионов сразу же, это так круто. А на самом деле мы же не покупаем весь строительный материал на стройку сразу же, мы покупаем его поэтапно, мы не будем покупать сразу же крышу, если у нас еще даже фундамент не залит. Поэтому, и какой плюс, когда выдается траншами кредит, что клиент платит только за кредит, платит с той суммы, которая выдалась, если у него не выдается вся сумма кредита сразу же, то он и берет ту сумму, на которую выдалась, то есть выдалась ему 4 миллиона, он из 4 миллионов платит какое-то время, дальше ему выдалась плюсом еще 4 миллиона, он уже с 8 миллионов платит какое-то время. Вот это вот надо понимать и объяснять клиенту, что не всегда 12 миллионов взять, а сразу же пойти с ними выгодно для клиентов. Это первое. Второе, какая у нас еще здесь момент есть. На договор подряда в Сбербанке, я сейчас говорю про Сбербанк, строительство может идти три года, а если своими силами, то Сбербанк дает всего лишь 12 месяцев на стройку. И за 12 месяцев у нас клиент должен построить дом и плюсом к этому уже поставить его на рекучет, зарегистрировать жилой дом и наложить на него обременение, то есть как стандартную ипотеку. Тем самым у него снимется вот эти поручительства на момент стройки, либо если у нас по договору подряду, то там можно еще под залог своей недвижимости. Своими силами под залог своей недвижимости нельзя, только поручитель должен быть. Вот такие требования Сбербанка. Что еще здесь важно рассказать про Сбербанк? Вот, то есть 12 месяцев, если клиент не успевает построить, да, потому что своими силами клиент рассчитывает самостоятельно, да, срок строительства. И мы не забываем, что у нас сейчас август, лето и все хорошо, но скоро наступит зимний период. И, к сожалению, в зимний период, ну, стройка, наверное, возможно, я не строитель, не знаю, но не всегда там можно что-то в зимний период сделать, да, там залить фундамент. Я знаю, что не заливают фундамент в зимний период. Ну, что-то, какие-то работы нельзя сделать. И иногда клиенты, которые сами строят, они просто забывают про этот зимний период, ну, либо считают, что можно делать все, да, вот. И закладывают в 12 месяцев, и в 12 месяцев не успевают. И сразу же у меня вопрос у всех клиентов, а что же будет, если я не успею? Ставка повышается. Если вы сейчас заключите договор, да, вот сегодня, к примеру, у нас ставка ключевая 8%, то ставка по этому кредиту будет уже не 6,7%, да, которая в господдержке, в семейной ипотеке, а будет 8% плюс 4,5%. То есть на секущий момент у клиента, если он не успеет, то ставка будет 12,5% годовых. Вот такие есть требования. И часто вопросы задают, а можно вот, если я успею, потом вернуть на господдержку или семейку? Нет, нельзя. То есть если не успели, то все, извините, ставка 12,5%. Но на самом деле я не считаю, что эта ставка большая, даже 12,5% на возможности самостоятельно построить дом своими силами. Это, ну, мне кажется, все равно достаточно хорошая такая возможность нам дает сейчас и государство, и банки. Так, дальше. Второй, пошли по второму банку. Банк Дом РФ. Банк Дом РФ, он своими силами выдает траншами. То есть если в Сбербанке сам клиент говорит, мне надо траншами, мне не надо траншами, то в Дом РФ, внимание, пожалуйста, своими силами можно строить только траншами. Там четыре транша. Либо четыре, либо три. Если у нас приобретение участка, да, зашивается, ну, как бы в кредит, да, если у нас нет имеющегося участка, то там четыре транша. Если у нас, соответственно, имеющийся участок, то там три транша. Каждый транш может быть не более 40% от стоимости всего кредита. Да, то есть вот у нас мы купили участок, это один транш. Дальше. Три этапа у нас. Фундамент, коробка и крыша, и дальше отделка. Обычно, понятно, коробка и крыша самое дорогостоящее. То есть туда уходит обычно, ну, вот сколько я клиентов проводила, они самостоятельно составляли там смету, тоже надо составить банку. Там самая большая сумма у нас выходит. Там обычно 40%. А других два транша вы можете разбить, к примеру, 30 и 30, да, то есть 30, 30 плюс 40 будет 100. Либо 20, 40 и сколько? 40, да, получается. То есть вот это надо понимать. И, внимание, по Дом РФ обязательно за каждый транш необходимо отчитываться. Что это значит? Клиент должен предоставить, что, да, он деньги там, допустим, ну, давайте 12 миллионов, за 4 миллиона мы купили участок, не знаю, где такие участки, купили за 4 миллиона участок, осталось 8 миллионов. Вот у нас первый транш 2 миллиона, да, второй транш, давайте, 4 и следующий транш тоже 2 миллиона. То есть, ну, вот, расписал его. И 2 миллиона первый транш должен подтвердить, что все использование, что все квитанции предоставлены об оплате, к примеру, там, песка на 500 тысяч, грунта, да, там, гравики на 500 тысяч, что там, арматура на миллион, вот. Ну, я не знаю, сколько стоит, я сейчас пример, да, называю. Вот это все он предоставляет, что все чеки у него есть, все платежки есть и плюсом еще обязательно фотографирует это оценочные компании, которые аккредитованы Дом РФ, им это все фотографируют и предоставляют эту всю информацию в банк. Вот, и после этого только, когда банк говорит, да, окей, вы деньги использовали по траншу, назначение видим, все хорошо, нас все устраивает, выделяет второй транш. И вот так вот, соответственно, клиентам своими силами надо построить дом в Дом РФ. В Дом РФ у них есть ограничения тоже по дате, да, там тоже идет 12 месяцев, но, внимание, пожалуйста, там идет так, что последний транш должен выделиться через 9 месяцев после подписания договора, да, не позже, это первое. И после окончания стройки еще дается 6 месяцев на регистрацию объекта, то есть последний транш у нас должен 9 месяцев, да, вот, ну, четвертый транш, но при этом мы еще можем там, так сказать, делать какие-то доделки, подключать коммуникацию, правильно все оформлять, да, то есть вот это вот все у нас, соответственно, еще на это тратится, может потратиться 6 месяцев. Там тоже ставка повышается, я сейчас могу неправильно дать информацию, но тоже напривязывается ключевой плюс какой-то процент, да, вот, какой-то процент не помню, Сбербанк помню, потому что вчера это с клиентом обсуждали. Вот, соответственно, вот такое внимание, плюс, плюс дом РФ, не надо никакого поручительства, минус дом РФ, что надо траншами выделять, большой плюс, что не надо никакого поручительства и залог имеющейся в себе недвижимости. То есть есть и свои минусы, и свои плюсы, но по мне так кажется, вот, когда мне траншами банк перечисляет, да, ну, вот, если бы я сама строила, то у меня, мне эта схема больше нравится, чем нежели мне Сбербанк вот так вот сунул этих 12 миллионов и иди делай, что с ними хочешь, да, то есть, ну, мне как-то вот проще, когда я контролирую свои этапы еще кем-то, да, там, кем-то это банк. Вот, дальше, может быть, я не права, но я говорю по своей внутренней, по клиентам я вижу, как они готовятся в Сбербанк, какой там смета составили, там на обум написали, а потом вот у меня есть уже клиент, который мне позвонил через два месяца, говорит, Юль, слушайте, а вот что-то мне это, я вот 12 миллионов там рассчитывал, на него не 12, по-моему, 8 было, не помню точно, а вот что-то я уже побольше хочу, а что мне делать-то, где мне еще-то взять, понимаете, то есть, ну, он сразу же не рассчитал свои деньги. Да, прошло всего два месяца, я понимаю, что там через 9 месяцев клиент может сказать, да, цены подорожали и мне не хватает, это другая уже ситуация, хотя клиент должен сразу же рассчитывать, ну, на все вот эти вот хватает, не хватает, даже с увеличением цены за материалы. А когда через два месяца звонит, то как-то странно. Дальше. Последний банк ВТБ, честно скажу, что он только начал кредитовать, уже сказала, что у меня был буквально один клиент по данной программе, который одобрился. Есть еще клиенты, которые одобряются, ну, вот сейчас на данный момент, и мы только с ней дошли до, так сказать, предоставления документов, вот этот второй этап, да, согласование участка и тому подобное. Что там, там какие нюансы, я поняла, сейчас уже столкнулась. У нас обязательно проект не может делать сам клиент, а должен делать проектное бюро, ну, давайте я его так назову, да, проектная компания, которая должна, она не аккредитована банком, но она должна подходить по требованию ВТБ. Я узнавала, у меня просто подрядная организация, они, понятно, что делают проект. Я узнавала, в среднем это стоит около 1000 рублей за квадратный метр. То есть вот этот проект, если вы хотите дом построить на 100 квадратных метров, будет стоить около 100 тысяч рублей, вот этот проект, который требует ВТБ банк. Вот, вы его делаете либо самостоятельно, хотя, ну, как бы, а, ну, здесь получается только, вы можете сделать самостоятельно, но УГО, либо ИП, который подходит по требованию проектных организаций ВТБ банке, должен это все согласовать и поставить свою подпись, да. Вот, это первое. Второе, соответственно, второе, какой момент здесь важный, что траншев выдается два, по 50% каждый транш, там тоже обязательно контролируется этот транш ВТБ, вот это я знаю точно, да, но, по сути, вот это вот два, две основные характеристики, которые я пока могу озвучить. Вот, и еще, в Дом РФ и Сбербанке можно спокойно предоставить платежное поручение о том, что клиент уже что-то купил, ну, к примеру, он купил песок, он купил щебень, он купил бетон, но он подал вот на ипотеку потом, то есть вот эти все покупки до подачи ипотеки, они могут идти как в качестве первоначального взноса, потому что, ну, он же израсходовал деньги на строительство, значит, это может быть идти первоначальным взносом. Но ВТБ этого нельзя, они, не важно, что вы там покупали до и тому подобное, все деньги должны идти через расчетный счет обязательно для того, чтобы подтвердить наличие первоначального взноса у клиента. Ну, ВТБ такая же ситуация по вторичному рынку, и здесь то же самое, то есть он должен ничего, внимание, клиент ничего не должен покупать заранее, клиенты всегда начинают, ой, сейчас щебень подорожает, надо бежать срочно покупать, насыпать кучу, пусть лежит на этом моем участке, да, не надо этого делать, это, ну, лучше не делать, вот если все-таки клиент заходит в ипотека на строительство. Да, дальше, что у нас еще здесь, какое внимание по ВТБ, да, в принципе, вот это основное, что по ВТБ я сейчас могу сказать. По программам, да, там есть различия, именно по программам, что я имею в виду, по условиям к клиенту, да, какие банк выставляет условия. Там, конечно же, есть различия, там есть различия небольшое в ставках, 5,7, где-то это 6%, где-то это 5,3%, то есть все зависит от банка. Страховка, да, обычно мне задают вопрос, а страховаться в этом случае надо? У нас в априори по любой ипотеке страховка должна быть личная, да, если клиент отказывается, то ставка повышается, да, вот, да, возможность отказа, конечно же, есть, но ставка повышается там в ВТБ, ой, в Сбербанке я знаю, что на 1%, другие банки я даже и не знаю, потому что я всегда клиенту оформляю страховку. Личная страховка у нас, соответственно, да потому что, не потому что я так хочу, и мне больше заняться нечем, да потому что это выгоднее оформить страховку, нежели брать повышенную ставку. Я уже не раз по клиенту это считала, и выходило это выгоднее. Поэтому страховка у нас личное имущество, личное на момент стройки, как только у нас построилось и обременение зарегистрировано, у нас обязательно вступает вторая страховка, которая у нас всегда возникает при праве собственности в силу закона об ипотеке, это имущественное страхование. Здесь никуда, не забываем, что дом с землей у нас имущество будет строить дороже, чем квартира на страховку. Клиента заранее об этом говорим, потому что вот у меня сейчас клиент тоже такой, вот, а сколько у меня будет потом страховка? Я рассчитываю, ой, Юль, что-то вы много посчитали, у меня по квартире совершенно другая страховка. Квартира и рисков для страховой компании в плане того, что объект, так сказать, исчезнет, да, там, при, к примеру, там, при каких-то случаях, да, то индивидуальный дом, к сожалению, вероятность его там при пожаре выше, да. Плюсом также не забываем, что износ индивидуального дома по статистике, которая считается, он всегда наступает быстрее, нежели многоквартирный большой дом, где у нас квартира. Вот, ну, это такая вот статистика есть, да, то есть, к примеру, жилой дом, чтобы вы понимали, через 10 лет у нас износ дома становится 60%. И это, конечно же, надо учитывать и проговаривать клиенту в моменте, что страховка будет недешевая потом. Конечно, она не будет стоить миллионы, да, но если мы берем 12 миллионов, давайте так, приблизительно я клиенту рассчитываю, что это будет 120 тысяч рублей, 1% от кредита беру. Бывает, что и дороже, если клиент захочет деревянный дом построить, то там страховка будет дороже, да, это тоже важно понимать. Вот, здесь... Извините, у меня есть вопрос от клиента, а в Сберии и в ВТБ нужно предоставлять отчеты после строительства? Каким образом были потрачены деньги? В ВТБ точно надо предоставлять, они мне об этом говорили. В Сберии не надо предоставлять, в Сберии надо предоставлять потом уже право собственности и обязательно, ну, так как это будет залог на эту недвижимость, дальше уже обращаться в оценочную компанию и оценивать этот дом. То есть вот это требует Сбер. Юлия, спасибо, друзья. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Наши темы будет длиться еще где-то, наверное, минут 15, да, Юлия? Поэтому у вас есть уникальная возможность пообщаться с экспертом лично. Продолжайте, пожалуйста. Спасибо. Я думаю, что минут 10, потому что я здесь максимально все рассказала, раскрыла максимально все, что я знаю из практики, из теории. Давайте к последнему программе перейдем. Это сельская ипотека. Конечно же, сельская ипотека у нас она очень на слуху, потому что ставка у нас одна из самых дешевых. Да, это до 3% у нас предлагается ставка. Но что здесь, какие нюансы есть? У нас сельскую ипотеку предлагают достаточно мало банков. Ну, давайте так, это, наверное, сейчас 3 либо 4 банка. Я, честно, сельскую ипотеку выдавала последний раз в апреле месяце. После этого я не выдавала, потому что сейчас, наверное, расскажу, почему, да, в моменте своей презентации, так сказать. Плюс какой сельской ипотеки? Что у нас первоначальный взнос от 10%, минус какой? Это максимальная сумма 5 миллионов. Да, у нас можно сделать в Россельхозе объединить супруга и супруга в один кредитный договор, но при этом они будут разные лимиты иметь, да, то есть это, неправильно сказала, в один объект, но два кредитных договора. То есть будет и там, и там 5 миллионов. Но если мы берем другие регионы, это по 3 миллиона и там, и там. То есть суммы маленькие, я считаю, что суммы маленькие для того, чтобы построить дом своими силами. За 3 миллиона, к сожалению, наверное, хороший дом, на который берут люди ипотеку, ну, не построить, да. Ну, не знаю, может быть, я ошибаюсь, может быть, я такие цены знаю, может, у меня понятие дома совершенно другое. Вот, поэтому сельская ипотека очень мало развита за счет вот этих сумм. Дальше. Здесь я указала, что можно купить по сельской ипотеке. Возможно приобретение по ДКП у физического лица, но очень большой момент, который сразу же отсекается много объектов, что должно пройти не более 5 лет с даты введения в эксплуатацию данного дома. Вот, но вот отсекается достаточно много, потому что дом вводят, дом доделывают, в доме живут, и физическое лицо продает его не сразу же. Конечно, если это не бизнес, да, у этого физического лица строить дома и продавать, да. Сейчас-таки, кстати, достаточно много людей, которые вот ушли в загородную недвижимость, строят и продают, да, с большим разницей и зарабатывают на этом. Дальше. Если это у юридического лица, то тоже можно покупать. Вот. Здесь единственное, что у меня это не написано, здесь 10 лет максимально может быть. Вот. Сельская ипотека. Смотрите, если мы берем регионы, к примеру, ну, Московская область сюда вообще не попадает, да, у нас нельзя в Московской области строй. К примеру, если мы берем Ленинградскую область, я еще раз повторюсь, я из Питера, у меня много клиентов Ленинградской области, кто хочет покупать. У нас, к сожалению, не вся Ленинградская область является сельской территорией. Эту информацию можно проверять на сайте и, соответственно, после проверки, соответственно, понимать, можно ли там вот этот домку приобрести. Также, конечно же, можно строить, но строить по сельской ипотеке на сельской территории нельзя своими силами. Надо строить подрядными организациями, которые аккредитованы в банках. И, опять же, эти подрядные организации всегда цену делают выше, нежели вы делаете цену, ну, там, к примеру, если вы к нему просто придете, это подрядная организация. Вот что я, в принципе, только хотела сказать по сельской ипотеке. Я, честно говорю, она не особо востребована. Про нее очень много говорят, но она не особо востребована сейчас на рынке. Может быть, вот как раз я говорила, да, хочу дать слово, потому что, мне кажется, и опыта больше здесь, в сельской ипотеке. Да, Юль, спасибо. Хотела вот как раз-таки дополнить по сельской ипотеке, что мы на этой неделе подписали договор с Минсельхозом и тоже запустили сельскую ипотеку. Поэтому мы ее, так скажем, сразу скажу, что тоже опыта маловато, потому что вот только на стадии подписания все клиенты, которые у нас были одобрены, мы их сейчас готовим в реестр для согласования с Министерством сельского хозяйства. И смотрите, мы пока ее запустили на покупку готового жилого дома. И на покупку, вот как Юлия говорила, тех компаний подрядные, которые строят по договорам долевого участия, вот по 214 ФЗ. Ну, мы тоже таких не встретили в Приморском крае, возможно, где-то в западных регионах такие есть подрядные организации, но у нас по ДДУ не строят малоэтажку строительства. Ставочка у нас 2,8%, 10% также первоначальный взнос, все стандартные требования Министерства сельского хозяйства в части сельской ипотеки. Будем пока готовы к жилым домам, с Тартанем поработаем, а там уже посмотрим, будем запускать или нет на строительство жилого дома, то есть программу ИЖС. Так что будем тоже осваивать продукт. Девушки, у меня есть вопрос. Я недавно делала интервью как раз с ипотечным брокером, она мне говорила о том, что сегодня как раз банки очень лояльны, потому что даже если по какой-то причине приходится отказать клиенту, банки все равно предлагают какие-то варианты, говорят, что вот, пожалуйста, закройте вот этот кредит, тогда приходите и так далее. Это действительно так? Да, конечно. Когда клиент приходит, по максимуму выуживаешь, так скажем, у него информацию, и уже с этой информацией работаешь. То есть иногда клиент приходит с запросом на одну программу, предлагаешь вообще кардинально другую. То есть из разговоров понимаешь, иногда бывает клиенты там приходят с одной целью, потом понимаешь, что вообще там у него там условно раздел имущества, ему нужно сделать рефинансирование с целью там замену заемщиков, а приходит, говорит о другом совсем. То есть там какие-то сделки между родственниками, там выкуп бывшей доли. Ну, то есть вот, казалось бы, клиент приходит, спрашивает, можно я там у своей бывшей жены куплю недвижимость, а получается, что вариант совсем простой и более прозрачный, и более дешевый, так скажем. И также у клиента, конечно, интересуешься. То есть бывает, что более лояльно клиентов смотрят, когда снижают кредитную нагрузку, то есть предлагаешь какой-то кредит к закрытию, посмотришь, либо повышенный первоначальный взнос. С клиенту говорим, а давайте там вот вы побольше первоначального взноса внесете. То есть разные-разные абсолютно критерии, и всегда клиенту какой-то пытаешься выход найти. Я задала этот вопрос к тому, что я помню рассказы многих клиентов, застройщиков о том, что люди боятся идти в банк за ипотечным кредитом, что они боятся, вот психологически у них такой блок, что это какая-то унизительная, сложная процедура, где им выпьют всю кровь, и вот поэтому я сейчас пытаюсь понять, поменялся ли вот с точки зрения психологии подход, что сейчас стали ли банки более лояльны? Сейчас 100% стали банки более лояльны, и еще такой момент, ну вот есть, поэтому профессия, я все за профессию ипотечный брокер переживаю, профессия ипотечный брокер сейчас очень достаточно активно развивается, потому что, если там какой-то банк где-то что-то отказал, да, если раньше была общая стандартная, да, там условия по всем банкам, и, ну, один, два, три банка отказали, ну, все, как бы, ну, извини, да, то сейчас банки, во-первых, конкурируют между клиентами, потом вот даже, как Примсоц, да, столько программ сейчас есть у одного банка, что можно вообще выбрать любое, и ты, когда клиент к тебе приходит, как ипотечный брокер, ты говоришь, ну ладно, здесь не пошло, пойдет там, и ты сто, вот я своих клиентов беру, я, конечно, проверяю первое, что-то, я проверяю кредитную историю, если кредитная история более или менее проходящая, то я знаю, что я точно ему помогу, и все, то есть сейчас такая возможность, конкуренция банков, и очень много программ, когда ты можешь выбрать клиент вообще все, что угодно, все, что он хочет, все, что ему по душе. Да, согласна полностью. Так, ну что, друзья, сейчас смотрю, есть ли у нас вопросы, так, вопросов у нас нет, друзья, если вы еще хотите поговорить с нашими девушками, задать им какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их оперативно в чат, потому что мы уже планируем заканчивать, или у вас есть что добавить. Давайте мы подождем тогда еще чуть-чуть наших зрителей, а скажите, пожалуйста, вот сейчас, да, такая волна, сейчас так популярна ипотека, популярны различные ипотечные программы на ИЖС, в принципе, о загородном рынке последние там два года очень активно говорят. Как вы думаете, тенденция сохранится в ближайшее время? Я думаю, что да, обязательно сохранится, потому что рынок недвижимости городской, да, можно я его так назову, это квартиры, апартаменты, коммерческая недвижимость, она уже на пике цен, да, то есть возможность, еще же важно понимать, на что может претендовать наш клиент, потому что клиент купить, к примеру, себе, не знаю, там, трешку какую-то за 12 миллионов не всегда может, но за 12 миллионов он может купить спокойно, очень хороший дом, я не говорю сейчас про Москву, да, там, про регионы, хотя бы про Питер, да, я говорю, но построить хороший дом квадратов приблизительно, там, давайте так, 80-90, может быть, даже больше, за 12 миллионов вполне возможно хороший дом себе построить, то есть доступность загородной недвижимости, она сейчас больше, нежели городские, вот, различные предложения по недвижимости. Девушки, ну что, огромное вам спасибо за этот эфир, было очень познавательно, было очень интересно, Юлия, великолепно просто так подробно все рассказали, друзья, раз у вас нет вопросов, не забывайте, что эфир будет сохранен, поэтому вы все сможете посмотреть чуть позже, Юлия, огромное спасибо, Мария, спасибо большое за этот эфир. Спасибо, спасибо за приглашение. Друзья, я рекомендую, что у нас есть подписка с обучающими материалами, у нас более сотни мастер-классов для профиль недвижимости, оформляйте подписку на сайте М2ТВПРО, все ссылки в описании. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Сегодня у нас будет еще один прямой эфир в 12.00 посиделки с юристом, совместное имущество супругов, раздел имущества, оспаривание сделок, два юриста с распором кейсов. А в 17.30 треугольный метр, авторская программа Игоря Бевзенко, выпуск номер 19, ценность предложений застройщиков и банков для покупателя. Девушки, спасибо большое. Напоминаю, что с нами сегодня была Юлия Смоленинова, а также наша замечательная девушка, наш практикующий специалист Мария Якукова, начальник отдела ипотечного кредитования ПАО из КБ Приморья, Примсосбанк, город Владивосток. Также спасибо нашим партнерам из Примсосбанка за спонсорство. Ну что, друзья, будем на этом заканчивать наш прямой эфир. Ждем ваши комментарии уже непосредственно под видео. Всем спасибо. Всем пока. Риелтор, сейчас ты либо быстрый, либо мертвый. Риелтор, сейчас ты либо быстрый, либо мертвый. Если вы все еще по старинке пользуетесь ипотечным калькулятором, тогда следующая минута для вас. Заметили, что клиентов не устраивает? Возьмите. Продолжение следует... Продолжение следует...